Госсекретарь США Энтони Блинкин обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. С чем связаны такого рода обвинения со стороны США? По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьева, эта ситуация связана в первую очередь с тем, что Вашингтон намерен дискредитировать результаты выборов депутатов в Госдуму РФ и в очередной раз обвинить Россию в нарушении прав человека. Заявления господина Блинкина удивительны и неудивительны одновременно. Удивительны, потому что где Соединенные Штаты Америки и где Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе? Конечно, ОБСЕ объединяет 57 государств, но тем не менее является региональной организацией и находится через океан от Соединенных Штатов. Поэтому интерес господина Блинкина к заседанию ОБСЕ, даже по такому вопросу, вызывает обоснованное удивление как географического, так и фактического характера. Что не вызывает удивления, так это то, что господин Блинкин вписался за европейских товарищей, которым очень жаль от того, что они не смогли на этом заседании в очередной раз предъявить претензии к Российской Федерации, поскольку это правозащитное заседание именно для этой цели и было предназначено. В очередной раз уколоть Россию, в очередной раз превратить это заседание в публичное обсуждение и осуждение ситуации с правами человека в нашей стране. Поэтому совершенно логично, что наша страна не выразила поддержки и отказалась участвовать в этом запланированном идеологическом мероприятии. Кроме того, мы прекрасно помним недавнюю историю с выборами, когда ОБСЕ потребовало направить 500 наблюдателей в нашу страну для, как они сказали, эффективного наблюдения за выборным процессом в Госдуму. И это при их стандартах направления от 50 до 70 человек на выборы. Совершенно понятно, что желание десантировать в нашу страну 500 человек было, конечно, направлено на то, чтобы эти люди сыграли свою роль дестабилизаторов выборного процесса и потом могли массово свидетельствовать о якобы имевших место нарушениях на выборах. Совершенно логично, что эта попытка была пресечена, что и обусловило желание морального реванша со стороны структур ОБСЕ и тех, кто влияет на внутренние процессы в этой организации, сказал собеседник. Иван Соловьев также считает, что со стороны России было правильным решением отказаться от этой встречи, так как заседание не имеет никакого отношения к правам человека. Еще раз подчеркну, совершенно понятно, о чем пошла бы речь на этом заседании. К реальной защите прав человека оно не имело бы никакого отношения. А учитывая то, что оно еще происходило в Варшаве, мы прекрасно знаем, какое крайне необъективное и предвзятое отношение к России сегодня в Польше. Нашей страной было принято абсолютно взвешенное, политически выверенное решение, которое отвечает как внешнеполитическим интересам, так и безопасности нашей страны. А все, что отвечает интересам безопасности нашей страны, вызывает острую аллергическую реакцию у Соединенных Штатов Америки, что и показал господин Блинкин своим абсолютно бесполезным заявлением, резюмировал юрист.